на выходных 7 дней отработал и вообще с 8 декабря работал но получилось так что приезжал каждый стар домой и вот до февраля что это работал завтра будет уже сегодня 7 завтра понедельник седьмой день и аля улю на выходные побыл теперь опять работать пахать ну так вообще договор был 31 работать но было нормально когда заезжаешь домой это самое главное полтора дня два дня две ночи ночуешь дома уже как-то получше получается чем когда вообще не заезжаешь понедельник сегодня да 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 все завтра завтра на работу значит кстати посмотреть мне интересно я уже с временем попутался когда работаешь на обычном как говорится на обычной работе то так вот у меня уже есть груз с форт моргана колорадо хрен знает куда ехать в арканзас получается дед хэдом 84 мили 884 потом ехать мили один пикап один дробь два дня ехать придется утром доезжать как говорится так три недели в рейсе один дома ну такой договор был до три недели в рейсе один дома но у меня так больше получается вот последний раз я отработал с 8 декабря но я заезжал на рестарты домой из-за этого даже не заморачивался гроз среднем какое последнее время ребят вообще на мили езжу гроз как знаю как был пределах 78 тысяч тем более драйвен это поменьше заработок чем на рефере человек говорить но нету рефера на котором ты постоянно молотит он ремонтировать его от обслуживать как говорится меньше проблем с работой меньше смотреть так а то у меня шесть месяцев рейсе три дома ну виталий выше наверное заработок у нас нужен о игорь от души за подарки от души задавая вопрос буду отвечать как бы если нужны деньги так работаете а моряк то вообще разговоров нет у вас сложная работа вас варианта даже нету приехать домой как говорится моряк это очень сложная работа нужно активность на канале по любому по 70 центов за мили нет езжу 65 центов за мили 65 центов ну разница за месяц порядка порядка я считал приблизительно 80 долларов неделю по моему как-то так 200 нет 800 200 долларов короче 5 центов разница делает по моему 800 долларов в месяц вот такая вот если работать полный месяц спасибо игорев за активность за подарки за лайки подписывайтесь до 800 написал ну тут еще такой нюанс в этой работе что главное чтобы платили зарплату потому что обещать могут много чего много денег много финансов много зарплат будущих перспектив бесплатных траков я не знаю подарков бонусов после третьей недели не платят зарплату есть и такие бизнесмены поэтому это нормально в наше время нужно лучше выбрать компанию где платят зарплату адекватно за твою работу чем найти компанию где тебе будут обещать и ничего не платить я так думаю если честно работать да да ну я работаю вишь по лутбуку мне разницы нет мне получается главное выхлоп в конце месяца это самый важный вариант потому что если ты будешь работать хоть на 35-40 процентов и будешь всем рассказывать что ты крутишь локбук там и много-много ездишь а в конце месяца у тебя будет зарплата 7000 или 6 какой смысл тогда всех этих факторов много людей вообще не могут правильно считать не могут правильно считать ребята дарите подарки отвечаю на вопросы за донаты так дальше если так убрать все расходы на жилье кредиты сколько остается ну можно посчитать давай посчитаем среднюю зарплату там 8000 долларов примеру не будем считать там десятку посчитаем 8000 долларов если 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 с 8000 долларов вычтену 2002 бедруная квартира пусть там с коммунальными услугами то уже 6 остается пусть там кредит за машину и страховка 1000 но пятерка осталось поэтому пятерка осталось потратишь двушку на еду трешка останется вот так вот как бы грубо потратим грубо говорю как бы реально если не брать какие-то там экстра машины то в принципе можно там тоже камрюху взять еще что-то с первоначалкой конечно поэтому так сами же ломаем рынок тем что сам знаешь я не знаю мне кажется наши вообще славяне все кто ездят они никак не влияют на рынок грузоперевозок потому что нас настолько мало очень мало а мамы думаем что это наши там типа приезжают и много или мало зарабатывают на самом деле получается что все суда едут все ломают рынок кто-то зарабатывает какие-то компании банкротятся но мне кажется в целом водитель как зарабатывал так и зарабатывает когда-то конечно были экстра заработки при которых люди много зарабатывали но так нет я не за наших в общем а в общем мы по-любому в общем люди люди склонны идти работать и работают за копейки я так я уверен что это еще не конец дна этого рынка потому что недавно мы говорили что люди будут ездить за 55 центов буквально три года назад когда все ездили за 70 и говорила 70 ну ладно для нового водителя это нормально типа мне платят там 80 90 кому-то доллар умудрялись платить и как сейчас говорит что 55 центов на старт и многие ты что это очень мало у меня даже бывали случаи там дают как бы рекрутер сам занимаюсь набираю водителей в свою компанию если кого-то возьмет возьмут в компанию то я там получу бонус но еще ни одного водителя я не нашел чтобы пошел в компанию все только сотрясают воздух все хотят работать без лукбука а в компании где работаю работают только по лукбуку поэтому многим это не нравится все хотят ездить много но я так уверен что зарплата у всех одинаковая потому что у меня также есть товарищи которые работали рассказывали зарабатывают по 15 тысяч я поехал к ним в майами в гости и все за столом как говорится чай май накатили чай с сахаром попили кофе и говорю принеси свою форму т.н. 99 покажи мне что тебе прислали он приносится там 80 тысяч за год я люблю блин ну где твои 15 тысяч долларов месяц братишка и сразу человек блин но я это я то я там работал болел поэтому ребята всех все разница я я считаю что реально по лукбуку я знаю водители которые зарабатывали 120 тысяч год именно водителями по лукбуку на 30 там процентов приветствую приветствую 90 процентов я ездил на драйвине да но сейчас уже таких нету цен сейчас нету сейчас дают 55 то лишь бы платили ну что кто дает 80 я считаю это сто процентов а скинуть 80 центов даже если вам дадут хозяину компании будет невыгодно воздержать это самый важный фактор себестоимости да сейчас может там вот месяц январь там середины декабря может получше и люди отработали но топлива чуть-чуть упала цены на грузы может там не не начали падать но мне кажется все впереди ребята держитесь и ждите большого кризиса я думаю все еще будет потому что как коронавирус начался так уже и продолжение идет нескольких лет несколько лет многие конечно многие конечно думают что можно заработать миллионы но реально выживать можно так 22 год было 450 к могу показать ты найти на им олег ну ты работал же на своем траке я сейчас веду разговор приветствую кстати да я говорю не про работу на своем траке я про работу водителем на процент вот я про что на своем траке другие затраты конечно если тебе не вычитала компания сразу стоимость топлива то у тебя такие гроссы будут ну чё толку от этих тросов ты лучше скажи сколько у тебя осталось обучаться на кого-то ну по-любому кто-то идет учиться кто-то нет кто-то привыкает поэтому при короне разве не был подъем при короне по моему было экстра заработки потому что можно было водителем реально зарабатывать как сейчас не зарабатывает с двух траков ваннер оперейтер как говорится зарабатывал при коронавирусе работая на центе водитель зарабатывал пусть там 10 тысяч долларов примеру там по 70 центов а хозяин зарабатывал еще экстра 10000 с этого поэтому было выгодно брать трак вот так вот говорю было выгодно покупать садить водителя а потом северля месяца 22 года все врубило и хозяин начал зарабатывать просто в ноль волнар оперейтер еще брать с прошлых годов с кармана и платить за ремонт и были заработки никто не говорит ну сейчас рынок такой что пару тысяч на юна на своем траке можно заработать больше в месяц но у тебя есть риски с ремонтами кто-то берет эти риски на себя кто-то не берет не каждый готов к говорится сейчас же строками игорь спасибо ты прям сыпешь подарками от души братишка уже не же можно работать ребята в принципе для обычного водителя в принципе ничего не поменялось и так думаю если у вас была хорошая компания в которой вы зарабатывали у вас была прибыль также вы работаете трудитесь для вас покаяние душе на своем траке другие затраты говорится выходные ты что-то все равно ремонтируешь редко бывает что ты просто поставил трак и все хорошо вроде как платят на скотовозах да ну я не работал не могу сказать за скотовозы так такой слух ходит такие разговоры есть но по факту никто не может сказать потому что я помню как-то разговаривал с американцем тоже за вот эту тему не было прямо интересно и когда ему сказал что этом образно водителям говорю зарабатываю на две с половиной тысячи в неделю и он такой две с половиной тысячи огорь типа ну у них нету таких зарплат поэтому в чужих руках как говорится всегда все интереснее думаю что все зарабатывают больше а по факту только столкнись может на своем на своем траке если ты устроился нормальную компанию туда лучше конечно сейчас лучше на дядю по ходу за 78 ну спокойнее ну на дядю 78 это ленивый мне кажется зарабатывает так конечно по реальнее ближе десятки я думаю среднем зарабатывают если еще там крутят мутят говорится верьте то у них больше получается на пару тысяч но если компания не кинет конечно но я по мотиву примеру работаю keep tracking там чё делай чё не делай ничего не мутится ничего не вертится грамм главное правильно лукбук заполнять это самое важное ну что при инспекции тоже полиция смотрит если у тебя все хорошо с траком есть вариант докопаться до лукбук это они это сделают по-любому так на скотовозах и в германии хорошо платят ну я не могу сказать за европу ребята я знаю то что с европы все ребята пытаются уехать в америку типа здесь больше затраты хоть больше ну больше типа перспектив я не знаю наверно если не настолько все хорошо в европе в европе мне кажется вообще сложнее в каждом в каждой стране свои какие-то законы парковки еще что-то ночью ездишь днем стоишь куча нюансов поэтому здесь все проще завелся и поехал большие дороги отдельные highway interstate это называется шоссе наверно спасибо что делитесь трансляция ребята подписывайтесь от души вам подписывайтесь ставьте лайки мне ваши подписки очень нужны ребята набор в подписчики идет потому что вот только зашел было 58751 подписчик а стало меньше а дыши что подписывайтесь от души от души ребята спасибо спасибо всем наваров азер прям по кайфу когда подписывайтесь так сейчас посмотрим что тут дальше вопрос был спасибо за подарки тоже от души раньше каждые выходные дома сейчас же выезд на полтора три месяца не я так не езжу слава богу честно сказать я приступная на знал и перешел вот сейчас компанию в колорадскую не знаю смотрят там вряд ли меня смотрят но если бы это знал я в этом сделано на самом начале своей карьеры потому что когда я спасибо фазор за подарочки тебе тоже потому что когда я искал компанию я в колорадо нашел вот в эту именно эту компанию который сейчас я работаю но пошел типа к знакомым и получается меньше зарплаты там сразу траки хочется еще тоси боссе потому нашел в другой компании трак короче просто сам себя геморрой конкретный устроил а по факту нужно было идти сюда работать в те времена они получали хорошо водители сейчас они получают хорошо я тот же пример и есть большой плюс что постоянно возвращаешься домой для меня это огромный плюс потому что работаешь по тип тракингу заезжаешь домой это просто крутя потому что может можешь смело смело приезжать домой побыть семьей пару дней полтора дня это уже как бы хорошие считаю старт а тогда просто уезжаешь в рейсу так два месяца месяц полтора никуда не заезжаешь по этим трак стопом в траке спишь реально нервничаешь там стираешься где-то на траковых стоянках не вообще так не хочу ребята даже сейчас вообще проще всего и по деньгам интереснее так здорово сейчас плохо были я не скажу ребята для меня наверно сейчас до начала когда коронавируса было базара нет водители хорошо зарабатывали но если брать 22 года тогда 22 год я был овнером 23 год чуть застал и сравнить сейчас что то лучше я буду сейчас так ездить чем куда-то сейчас залезать непонятно какие там кредиты или еще куда то многие у кого есть траки если кто-то смотрит я думаю отпишитесь тоже самое проще сейчас работать водителем возможно на какие-то 18 на вели на милю на драйвен блин 18 на милю ребята на драйвен это работа в минус если у вас новый тракт за 180 тысяч и драйвен за 50000 вы просто попадаете на что за 18 точка себестоимости я думаю 2 и 3 где-то вот так на рефере во всяком случае вот меньше 2 и 5 уже ты ездишь невыгодно все если на рефере на драйвене пусть 2 и 3 18 это вы работаете в минус вы посчитайте сколько у вас тракт уходит в минус а все все я понял да denis правда так сейчас посмотрим денис правда все выходит так denis правда при въезде в сша обещал что два года и станет миллионером как думаете осилит блин я могу заявить я рублевый миллионер ребята еще был рублевым миллионером в россии когда покупал квартиру за миллион сто пятьдесят тысяч в краснодаре тогда были такие цены я тогда держал бабки в руках и думал какой крутой 23 года сейчас в доллару и миллионером бы хотелось стать но пока даже в кредитной недвижимости нету столько два года ребят везде нужны вложения чтобы стать миллионером нужно вложить вот и все когда нет денег вложить то очень тяжело не раскрутишься так по-любому нужно вкладывать бабки в рекламу вообще нужно начать главное работать у того же denis а есть возможность работать дальнобойщиком я так думаю что у него есть такая возможность там можно заработать деньги правильно говоришь только водителям до водителям водителям выгодно выгодно потому что проще заморочек нету приехал я на неделю поставил трак хозяйский свежий фредлайнер и чем нет вообще это не беспокоит я предупредил я отработал свое время все чистенькая машина спрашивают кто-то будет на ней работать сказали нет все забрал ключ с собой выключил массу и пошел домой если бы я сейчас был овнер оператором на этом траке минимум 3 600 3 800 платеж был бы за этот трак если бы я его новым купил у дилера плюс платеж за трейлер тот же рефер был бы там полторы тысячи 1600 может 1700 зависимости от того down payment первоначалку сколько дашь и пошло-поехало я бы еще спал и думал каждый день это долларов 300 350 я в минусы вот трижды 721 дома 7 дней посидел 2100 с кармана достал за платежи очень плохо для водителей может и хорошо на унер плохо сто процентов на это вообще попадала индеец говорил сегодня что 22000 драйверов уволи с амазона еще откуда-то ну правильно он говорил он новости смотрит американские я тоже смотрю американские новости я люблю канал fox news на нем чисто американские новости тоже за я не это не реклама fox news но заходите смотрите читайте комментарии там пишут американцы и пишут свое отношение ко всему происходящему в америке и в мире кто бы что не говорил какие новости там не смотрел смеялся но американские новости надо смотреть если не соображаете берите подписывайтесь на мой канал я по-русски буду делать новости если это интересно нет он обещал в долларах ну ребята миллион долларов уж понимаете это можно купить для хороших недвижимости и вперед owner просто ничего ничего делать надо держаться в я понимаю сейчас стабильность это важно хотя бы отбить кредиты да сейчас сейчас если не закрыться уже хорошо я вообще поражаюсь у меня нервы ну как говорится сдали наверное я поражаюсь тем людям которые сейчас работают очень поражаюсь потому что в наше время отбить кредиты и понимать что ты сможешь заработать меньше водителя это уже стержень как говорится не отдать все но вопросы отдать если отдашь тоже на тебя повесят кредиты и карго трейлер может быть платежи за трак рифер это за неделю нет это за месяц примеру две тысячи три тысячи шестьсот давай посчитаем давай телефон мой золотой дамы золото твое все бери до гости домой малыш малыш закрой дверь играется тут часто закрою пусть он играется 5 секундочку не хочешь не хочет да у ребенка любимая игрушка это оба помазать и швабра пылесос как гудит ему вот просто дружа как говорится просто дружа вот 3 600 возьмем и 1600 за трейлер за рефер новый 5200 это платеж просто платежи плюс страховка округлим давай 1800 это в круг вот 7000 платежей в месяц это не заводя разделить на 4 недели сейчас 7000 разделить на четыре тысячи семьсот пятьдесят просто нужно заплатить в неделю работаешь ты или не работаешь если так даже посчитать дальше дальше гости до сыночек мой гость новости говорят что инфляции нет или минимальная ну вот смотрите за пять лет в сша если анализировать там с 18 года по пусть конец этого года инфляция на недвижимость можно было буду брать колорадо конечно могу слас сравнивать и флориду во флориде там вообще жилье колоссально выросла но колорадом можно было взять квартиру там за 250 тысяч эта квартира сейчас стоит 400 тысяч как будто даже если взять еще пять лет это три года назад три с половиной пять лет назад тоже выросла все два раза еда в два раза выросла в недвижимость два раза выросла тоже флорида еще что-то на 70 60 процентов по любому сковорода сто процентов недвига машины выросли вот восемнадцатый год камри стоило там порядка двадцати двух тысяч шестнадцатый год камри стоило кому там 16 долларов что такое или 18 ну пустая так ну шо там привет привет шеф то ничего болтаем насчет всех американских движений на затратах инфляциях так что инфляция есть приходит хоть просто здесь можно как-то жить я так думаю как-то более реально подписывайтесь на канал ребята не забывайте вот здесь вот прям написано набор в подписчики набирают свои подписчики людей весь нью-йорк бомжами просто высел в последнее время ну очень многое замечаю людей которые приезжали даже наши русскоязычные я не буду там говорить из каких стран ну из снг наверно каких-то бывших или там из союза бывших республик и они приезжают и живут на улицах вот представьте они не работают рассказывают какие-то сказки про свою прошлую жизнь тоже у них есть там аккаунты я просто удивляюсь как они выживают кто-то им там помогает на машину старую дал там недвигу какую-то снял там я не знаю заплатил за еду в донейшин и ходят я думаю блин ну как так можно здесь приехать страна в реально америка мне кажется для нашего брата после союза кто приехал я там не жил союзе я ищут настолько молодой что меня это не коснулось но поживя там нескольких странах даже там в двух европейских и я скажу что в америке работая можно жить когда ты молодой вот просто молодой должен трудиться пахать халявы нету а просто жить бомжевать но какой смысл если у тебя в своей стране там был дом ты там был крутой еще что то какой смысл какая вообще политика влазит живи и трудись своей стране у тебя все есть ты уважаемый человек а вот так приехать значит там был не кем приехал здесь бомжой был никем по-другому ты не скажешь а кто хочет здесь трудится здесь все он показывает новый смотрел куда там министр из россии работает трак драйвером и я думал кей значит вот и все равные перспективы что еще делать работать на траке не просто так ну что мужик хочет тот реально наверно пострадал уехал и все нормально работает на траке кормит семью брата можно заработать только на своих почках я думаю на чужих тоже как насчет over заработки если на своем траке ребята over заработок на своем траке я думаю если водитель зарабатывает 10000 то ты же за на своем траке заработаешь 12 но у тебя риски что трак должен работать полные месяца потому что простой ты уже попал и у тебя риск поломка трака трейлера если что-то не гарантийная вот твой риск или сломалась по гарантии стоит несколько дней недель ждет запчасть или что-то такого плана вот твои риски риски есть я в девятнадцатом году дом 320 купил сейчас он 650 хорошо что нет кредитов сто процентов сто процентов красава если за кэш так вообще круто не я в кредит брал маленький процент 299 но я очень рад потому что аренда жилья для большой семьи сейчас стоит на порядок больше все выросло кроме зарплаты честно для меня в америке и изменения с 18 года идут только в кору я менял работу пробовал начинал там 16 долларов час восемнадцатом году чистил машины в дилерской потом только этому же мне начали давать работу там через несколько месяцев когда после химчисток вот этого всего там полировать научился масло менять как говорится ходовку делать коробки снимать там что-то ремонтировать моторы навесное всякие но для меня было для меня было это круто спасибо за подарки от души ребята от души большой от души душевного душа шеф поэтому я могу сказать что для меня изменения в америке идут вверх семья растет заработок тоже я считаю нужно трудиться я не скажу точно я не жалуюсь вообще на сша но я и работаю постоянно нету такого что я положил руки когда мне не хватало денег как говорится за все заплатить в америке я шел на вторую работу работал выходные жена у меня есть трудилась и сейчас трудится ничего не меняется поэтому каждый человек на что настроился то у него в жизни получается кто говорит что хуже возможно кто-то жил в америке там 20 лет назад и он уже все заработал и сейчас он там сравнивает что раньше то может люди были культурнее или что-то еще ну возможно за пять лет вот этих люди стали чуть чуть более злыми это я заметил что раньше когда приезжаешь с детьми куда-то магазин все смотрят на ребенка а сейчас идешь мексиканцы многие думают что мы мексиканцы у нас семья потому что трое детей и многие там дети орут кричат и уже тому так смотрят косятся что делать что делать я ж не людям не залезу в душу так что думаешь у вова будет интервью с американским журналистом вова владимира да он же давал интервью он не боится этих интервью это интервью для мира что потом делали нарезки и говорили какой красавчик тут же цель хорошо жить мне вот пофиг на вот эти все политики и на все остальное по барабану вообще все что происходит моя семья вот моя политика моя жизнь я считаю это самое главное как говорится вторая поправка конституции здесь в америке защищает тебя хотя бы психологически вот и все по моему сейчас каждый кто иммигранты с гринкартами или с гражданством у всех дома есть как говорится для самозащиты игрушки здесь все работают главное чтобы все были здоровы если нет папа ну есть такое ну есть вариант конечно не дай бог за это в любой стране не дай бог за заболеть любой стране не дай бог заболеть никому не желаю дай бог ребята все были здоровы и чтобы всех все получалось если молодой трудяга америка это та страна которая поставит тебя на ноги не стоит ее как бы идеализировать и реализировать говорят что говорить что здесь по-другому но давайте будем честными если я возьму штат колорадо то здесь чистые улицы чистые дороги здесь все убирается мне это нравится да есть где-то бомжи но здесь полиция тоже их разгоняет примеру может там миль 10 от того места где живут в паркере здесь чисто здесь нету бомжей но заехав заехав в аврору куда-то где-то под мостами может есть бомжи но я часто вижу даже вот так приезжаю после рейса что полицейских разгоняют просто берут разгоняю берут и разгоняю так что это нормально нету того что с ними нянчатся есть конечно в других штатах нянчатся колорадо как-то так есть победнее где-то совсем победнее дороги похуже куча штатов есть ну не колорадо из-за этого нравится поэтому я люблю колорадо и равняюсь на колорадо для меня это вот америка ездят другие я понимаю что просто люди бедно живут какие-то штаты нету работы те же американцы давно купили жилье перешло от родителей как какой-то родни и все они так живут ребята ставьте лайки ставьте лайки и благодарю тех ставит и подписывайтесь на канал очень плохо идут подписчики без подписки много людей не смотрят так что с удовольствием подписывайтесь делитесь этой трансляции задавайте вопросы будем общаться так нету только кухонные ножи и полотенце это ко второй поправки кто-то выбирает кто-то не сторонник этого у меня супруга всегда не сторонник типа дома дети ну держите сейф дома по-любому он вам пригодится просто даже для кайфа поехать можно рентануть какой-то какую-то игрушку и попытаться поднять свой опыт арканзас тоже ну лар канзас да бедный штат я прям здесь штатов которые вот на траки заезжаешь и прям понимаешь там очень очень плохо очень плохо прям бельгер я не хотел жить куча таких штатов с 2001 года в сша много чего поменялось особенно после 7 8 ну у вас огромный опыт это 2001 год вы застали прям хорошие наверно времена и когда недвижимость была дешевая кто в те времена я вот сейчас всех знаю кто здесь по 20 лет в америке у них какие-то уже крутые бизнеса даже просто траковые компании и люди работают даже сейчас покупают раки они накопили денег у них выплат начиная жилье и не одно сдают что-то в аренду перекладывают автосервисы это вот такие обычные люди как говорится работяги трудяги а от души от души за лайки за все дела так миссисипи тоже ну бедные штаты кто вот многие кто живет в таких бедных штатах и они судят об америке начинают жаловаться что вот у нас плохо то у нас плохо и это ну блин я по колорадо сужу я сужу именно колорадо мне нравится я вот если б жил может где-то переехал попробовал в калифорнию чисто из-за теплого климата флориду не выбирал бы потому что даже не хочу доли какой-то не дай бог какие-то ураганы и что переживать за свою семью а в калифорнии спокойнее но тоже выбирать хорошее место что так читаем дальше колорадо там хорошо согласен ну хорошо хорошо потому что новый штат есть конечно здесь тоже коммерсити спасибо за подписку спасибо от души что подписываетесь вообще от души ребята прям кайфую когда подписчики растут колорадо более свежий штат здесь тоже есть коммерсити где просто приезжаешь и такой смотришь ужас думаешь блин я не хотел как говорится там жить но нужно выбирать нужно выбирать когда есть чем выбирать вам спасибо наталья за подписку когда ты выбираешь город местность лучше куда-то переехать пожить в аренде я считаю спасибо ребята пожить в каком-то месте посмотреть район посмотреть какая школа и уже покупать жилье или просто как говорится если есть деньги брать сразу в районе с хорошими рейтингами школьными и в хорошем месте все и там трехаты можно купить да ну вот за жилье примеру я смотрю ребят они купили в луизиане по моему недвижимость там за 50000 но по кайфу выплаченное жилье там большой участок но каждый раз грустью на них смотрю как они переезжают град начался они там куда-то едут град начался крышу побила град начался машину побил здесь вот за шесть лет первый раз машину побила легковую у меня один раз это были новости что град гараж был заложен как говорится всякой фигней и все побила тачку подали по страховке страховка отремонтировала и нахи продал взял другую машину такая жизнь так здравствуйте дмитрий пишет подскажите пожалуйста вы делали пересадку волос нет пересадку не делал наоборот продавал вот эту часть волос тем кто хочет пересадить но я понимаю что люди поняли что эта шутка так что скажешь за северную каролину ну вот знакомые у меня переехали в северную каролину сам по себе штат типа неплохой но работы не сильно много победнее штат чем колорадо если сравнивать ну жилье раньше стоило спасибо от души за подарки от души шеф тебе от души душевного душу братишка и там люди тоже живут тоже живут живут и недвижимость выросла там можно там можно было раньше купить спасибо за подарки тебе дружище раньше можно было купить там за 300 тысяч новый дом сейчас такой дом там будет стоять 600 тысяч недвига выросла зарплаты работа нет поэтому где-то на пляжу там есть такое курортная зона одно время я тоже думал честно туда куда-то переехать но потом когда начал смотреть недвигу думаю блин меня здесь кайфа нет продавать поэтому думаю если так поехать пожить где-то частично так алабама проклятый штат индейцами все может быть но такой алабама на любителя на любителя бедненький штат дороги похуже так вдруг купил 10 окор в алабаме построил два дома и рад не привязан привязан штату так как тракер может быть везде нравится где люди живут республиканцы нет ребят демократ республиканцы как вы можете так говорить если вот из человек написал все люди это все партия для управления людьми поэтому не считайте все и демократы и те и другие все управляют этой страной америка уже сколько лет миннесота best ну круто я был миннесоте ну там классно когда вот такое зима прошла снег и дороги чистые ты едешь любуешься там куча снега миннесота мне этим только нравится но когда снег спасибо за подписочку ребята от души набираем в подписчики так читаем дальше как или но или но и мне не нравится ребята честно влажный штат как-то холод постоянно дожди там на любителя штат я не любитель и ность хотя также там есть и работы если уж брать работы там куча смело куча работы в но если вы можете и тракерами работать и работать ремонтировать машины поэтому для нашего брата как говорится то что нужно первый штат не кажется или ность так мои приветствия дома про поля мои приветствия добропорядочному люду и люди всем кому не чужина людское фартовый написал от души фарту масти удачи брат кем лучше работать штате ну штатах лучше всего работать директором какой-нибудь большой компании крупной но все наши иммигранты идут куда доставки в лучшем варианте трекинг кто конечно пошустрее давно приехал отучились на докторов на юристов то я думаю юрист наверное это самое лучшее что может быть из работ соединенных штатах америки так конста баха пишет константин привет приветствую баха приветствую я был во флориде пишет челяба ребят я не был челябинске константин хороший психолог голос располагает спасибо микрофон делает свое дело мне так кажется как тебе аризона очень мне понравилось аризона я туда ездил на концерт кафешка самарканд туда приезжал я не с васильядис это было он 24 декабря но в том году и там шуры-муры греческие танцы куча еды очень хотел поехать женой поехали поэтому та часть аризоны мне нравится где был а та часть потом где мы на следующий день после этого просто лазили путешествовали катались очень бедные районы есть по работе я там когда был тоже очень бедных районах ну короче не очень понравилось не очень понравилось аризона потому что когда отдыхаешь классно пляже фу пляжи пляжи там нету в гостиницах бассейны и ну что тепло я купался в декабре большие парки красивые зеленые куча животных красота но в целом в неблагоприятных районах то не очень так у тебя трансляция через образ а что-то такое что-то такая без через программу у меня стоит программа tick tock live studio называется и куплена специально 4к камера микрофон к ноутбук подключил и все не через телефон у кочевница приветствую вас костя привет что долго в отпуск у нее не долго все сегодня кажется седьмой день я думал еще завтра и дома уже все груз есть у меня завтра выезжаю уже работать как мур ислам салам саламу алейку мур ислам как можно попасть в сша ребят самый лучший способ попасть соединенные штаты через грин карту самый лучший вы приедете течение там пару недель у вас уже и гринка будет и social придет и все вылегать говорится вы мы легальные люди можете пахать работать в реке все что хотите сдавать на сидел учиться пользоваться дотациями от государства если вы пойдете в колледж два курса бесплатно вот в колорадо во всяком случае так если по гринке ты можешь брать часы колорадо комьюнити колледж так что скажешь про северную дакоту блин она на той северная ребята очень северная холодно нет видос какой-то один из первых был я снимал как будто в деревне крыши забор из профнастила дрова лежат ну центральная улица конечно асфальтированная там где-то грязь трава но чисто деревня где-то вот в челябинске наверное многие писали что в америке такого нету кстати часто мне так пишут когда я видосы пишу про америку где-то на фоне чего-либо но это была америка холодно зимой снегом заваливает дороге как до жилье может подешевле но где какая работа работа компании я думаю не сильно много траковых если только самому открывать свою компанию трак диспетчера там где-то будут аутсайд и на этот стоит и ты будешь этим экономить но для жизни холода не я дакоту даже не смотрю здесь колорадо он сейчас холодно хотя печки все работает я не такой человек не экономлю там не на газе нафиг 74 по фаренгейту и салям алейкум в каком штате живешь я живу штате колорадо кулу рада паспорт самолет америка но это конечно самый лучший вариант если у вас есть паспорт или гринка уже и приехать в америку это конечно пробовал без нет я через обе спробовал в инсте делать стрим что-то я ничего быстро у меня не получилось это чисто текст тег ток лайк студия о спасибо за мороженки от души братишка шеф от души у ты накидываешь конкретно 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 от души тебя за подарки ребята подарки спасибо подписки делайте у кого есть возможность ставьте подписывайтесь прям мотивация как говорится поднять мотивацию abs в общем попробовал не пошло у меня и нужно чуть было там разбираться с с этим без визу не дают дают визу ребята вот у меня знакомые приехали они с краснодарского края получили за два месяца визу поехали в казахстан по турвизе сюда прилетели поэтому я всегда говорю кто хочет тот всего добивается смотря какая виза вам нужно попробуй студентом стать ну может да если студенческая виза но я не знаю я не сильно бываю встречаю людей которые нужны но студентам тоже интересно и так что скажешь про чикаго чисто город для тракового бизнеса вот все мое мнение для траки для ремонтов для иммигрантов сама то приехать пахать работать найдешь компанию будешь трудиться юэс и юэс и совестно таком мощный есть женат же да не у меня комп норм у меня ноутбук стоит вот здесь я пользуюсь этот ноутбук купил до коронавируса в коронавирусные времена когда перед коронавирусом она чуть чуть и когда вообще все было нефти нефти много приборов такой ноутбук там что под 500 долларов меньше 500 долларов с налогом обошелся здесь 1650 geforce видеокарта и 5 intel процессор дом 8 гигабайт оперативы и у меня вполне хватает типа гейминский геймерский это леново и тогда можно было взять и асер такого же плана потом они стали стоить дороже часто компьютеры какие-то смотрю системными блоками примеру там с монитором думаю нужно на линии так такого плана комплектации стоят только системный блок 1000 долларов этому блин зачем она мне надо поэтому комп ну я считаю это нормальный ком который у меня ноутбук есть он вполне справляется потому что здесь тоже мощности нужны но вот у меня выходит там процессор занят на 7078 процентов один процент 039 019 вот сейчас для стрима память три процента занята и все хотя здесь и 4k вот эта камера стоит веб к микрофон там звук какой-то пишет алло малю как меня слышно прием был во флориде был конечно ребята во флориде по работе и по отдыха по отдыху нравится мне флорида в целом мне нравится флорида я с удовольствием туда переехал но большой для меня боязнь если переезжать семьей то что вот эти ураганы как даже по телевизору все эти предсказания американские что она уходит под воду это нет не российские новости пишут американцы пишут воевая собрал ком за 8 к блин ты богатый за 8 к и в наверно пошел бы down payment долб и купил бы тачку сразу с компьютером теслу бы взял в это очень много нет 8000 для чего такой комп выиграть может но за 8000 я не знаю это очень дорого если стримы делать я блин я пользуюсь телефоном вот у меня за 200 долларов вот это вот камера свет здесь стоит вот это там что-то за сто с чем-то микрофон ноутбук там уже сколько пользуюсь и детьми в игры не сильно играю так скажем редко редко и вот телефон с 21 ультра еще советских времен дальше читаем ставьте лайки ребята делитесь трансляцией отправляете что-нибудь куда-нибудь эту трансляцию подписывайтесь обязательно спасибо вам за подписку ребята прямо души давайте наберем подобьем чтобы у меня подписчики хотя бы выросли 60 тысяч так так чисто говоришь без акцента молодец не забываешь русский блин ребята бываю говорю неправильные выражения какие-то на русском дочка которая ходит у меня в русскую школу на меня исправляет но это наверное не из-за того что там английский у меня постоянно английского так низкий английский тоже с акцентом так что везде акценты на русском есть акцент какой-то где забываешь что-то неправильно говорить я бываю видео свои переслушиваю такой да вот здесь сказал неправильно или там сказал неправильно ну нормально я вообще не стремаюсь акценты супер что я по-русски говорю по-английски говорю греческий с акцентом у меня такая love флорида я тоже люблю флориду мне нравится для работы нужен такой а кем ты работаешь шеф если не секрет если тяком за 8000 для работы и ты его за свои деньги купил они за компанейскими расскажи мне так я 15 лет назад собрал за 3000 сейчас цены выросли вот так вот ребята вот он пусть 600 700 долларов сейчас 800 ноутбук стоит то для обычных стримов вообще нормальный ноутбук ты на новой работе нет я не на новой работе завтра на старую любимую работу трекинг это все из-за микрофона он так говорит а микрофон придумали греки микрофон придумали ребята не знаю кто придумал микрофон греки придумали одометр одометр это то что есть каждом траки без одометра не было бы траков вот так вот вот параллель правит правит провожу 3d а базару нет 3d конечно тебе хороший нужен компьютер если не флорида то майами ну флорида штат майами что-то город почему как бы так спасибо что подписываетесь выходят эти сообщения прям круто когда подписочка идет задавайте вопросы ребята спрашивайте не стесняйтесь кому интересно так чё в техасе происходит а это любимая тема вообще происходящее в техасе все об этом говорят кто-то пишет про какие-то новости но в техасе идет просто хотят усилить границу с мексикой вот что основная цель потому что очень много приезжает иммигрантов которые вообще без документов просто переходят собор и все они в америке они не поддаются здесь они на какие там формы беженства или еще куда-то ездят по своим мексиканским правам или каких-то там с тех стран полициях останавливает за алкоголь отпускает потому что у них ничего нету работают за кэш многие не работают многие просто занимаются тем же там бандитизмом и люди начинают волноваться потому что в том же техасе началось больше ограблений больше грабежей воровства люди готовы на это идти потому что нету наказания вот и все и людям это не нравится потому что когда ты здесь этом гражданин ли грин карта у тебя или там ты уже подал на беженство у тебя документы какие то есть ты работаешь у тебя есть чем рисковать рисковать просто тем что страховка у тебя повысится если ты скорость превысишь или у тебя история будет к это плохая из-за этого тебя на работу не возьму из-за этого люди начали кипишевать в техасе да во всей америке что они хотят просто контролируемого пересечения границы закрытия усиления чтобы было безопасно а люди приезжают пьяными сбивают людей по четыре раза и депортируют из страны они опять через границу приходят бед ну вообще беспредел творится но никак где-то я даже где даже не слышал честно новостей чисто комментарии бываю слышу люди пишут о вас там то в техасе то это ну все хорошо в техасе касаемо никакого отделения нету техас это америка кто-то может пускает какие-то слухи и новости для новостей но главная цель усиление границы чтобы можно было сложнее переходите только легально люди помогают по перепада попадали и чтоб попадали те люди кому действительно нужна там помощь в америке или или люди таланты или карту выиграли или там воссоединение семьи но никак что люди приезжают здесь бандитизмом занимаются а потом уезжают свои страны я тоже считаю это небезопасно поэтому люди кипишуют проблема такая существует так что все вроде это уладили вместе там охраняют границу дай бог что все было там хорошо правда что в сша дорогая медицина ну сша сама по себе не маленькая медицина вот смотрите чтобы сделать мрай примеру там спины мрт это там по нашему говорится здесь это будет стоить 800 долларов вот так вот приблизительно скажу это поста не знаю по моему по страховой это по страховке будет стоить стойка прием к врачу там 150 200 долларов если просто пришел ему поплакался он тебе сказал что-то ну так вот так что в целом дорогая конечно медицина в америке поэтому здесь есть страховки многие кто суда приезжают у них получают по-любому получают бесплатную страховку кто приезжает там по you for you или по а 94 этой форме переходят так у них бесплатно не все если какая-то медицинская помощь они бесплатно делают так в россии мрт тоже не дешево и очереди я делал давно в россии очередей не было но вот когда я уже был тысячу лет назад был стоило полторашка по моему там хочешь спину сделай какую-то одну область никакой очереди не было позвонил записался и все но это давно было дешевле ну а ты же не будешь ехать другую страну чтобы сделать дешевле мрт если тебе здесь потребуется эмир айда эмир ай называется вместе со своего кармана то 2 500 офигеть два колена в скрифе я делал за 24 того я в краснодаре делал вы екатерининской клинике давно адекватные там нейрохирурги были все один раз жизни это не себе минимальная оплата в день сколько минимальная оплата я видел штат луизиана вот недавно видео там товарищи выставлял у них 9 долларов на старт так минимальная зарплата 9 долларов в час в день дают восемь часов я думаю если такая зарплата больше 40 часов в неделю не дадут можно смело посчитать сейчас посчитаем если 9 9 9 9 9 9 вот 9 долларов в час я щас вам посчитаю сколько это будет реальный заработок если минимальная ну вообще минимальная зарплата и очень тяжело выжить вот в колорадо 12 давайте найдем 12 возьмем по колорадо 40 часов в неделю может на 4 недели 1920 долларов и из них так если из них еще долларов я не знаю 600 на вы налогов заплатите вот такая будет зарплата получается 1300 вместе вот будет минимальная в месяц так если меньше работать у тех кто своих не обманывает не но блин я не считаю что если работать у своих или там кто своих не обманывают то вы бы заработаете меньше американцы также экономят на людях ребята также создают несколько компаний где меньше там 12 или 15 человек а там по закону чтобы не давать обязательную страховку поэтому никто не стрем американцы не дураки они не стремятся просто взять и раздать свою прибыль деньги они все оптимизируют и поверь они я так думаю лучше купят в компанию машину новую на которой они будут ездить но типа по делам компании чем они эти там 30-40 тысяч в год лишних заплатят своему работе не также набирают минималку также под минималку люди работают в тех же кент суперсах волмартах ничего там супер зарплат нету тоже минимальная 14 15 16-18 в час кассирами при том что там нужен английский кому хватит мести странах снг надо в сша так здесь вы выживать будете если за минималку ребята ну это ж не так что в сша переехали разбогатели этом там родственникам будете звонить писать говорить я зарабатываю в убери 4000 долларов и они там в челябинске где-то там в поселке под челябинском пересчитали ошиблись с курсом такие 350 тысяч рублей нифига он миллионера ты здесь просто не выживешь семьей найти 4000 будешь просто выживать так сиделка в нью-йорке получает около 40 в час но у русских 1225 руязов типа русскоязычных блин я не знаю в нью-йорке ребята я куча людей мне кто нью-йорке работает и ехали сюда чтоб на трак сесть еще что-то документы ждали живут в шелтерах бесплатном жилье не могут найти работу не у своих не американцев ни у кого ну что все все просто все занято уже столько людей по наехала что такие работы где за 12 баксов в час никто не шел работать за них стоит очередь люди работают вот так вот такая сейчас ситуация где лучше работать лучше работать юристом ребята или доктором самая уважаемая работа и много зарабатываете но прежде нужно 10 лет отучиться в каком штате а в штате ну ребят где у вас пока пока шеф хорошего тебе дня тоже спасибо тебе дружище за все дела за поддержку нужно выбирать штат где у вас есть знакомые где у вас кто-то пашет где-то трудится где-то вам подскажут сработает там где вас возьму для начала а потом будете выбирать так при сахарном диабете можно водить так я не знаю ребята спрашивают при когда application заполняешь но я думаю нет наверное может ограничения какие то есть сахарный диабет же может вырубить и так понимаю мне в сша нравится уже год хочу мне саша нравится уже год хочу эмигрировать ну в сша нравится с картинки я уверен что с картинки очень нравится в америке а когда приедешь начнутся другие трудности здесь свои трудности одному трешку хватит или на трешка что такое ребята вон поедете в москву будете трешку зарабатывать обязательно ехать за 10000 километров чтобы зарабатывать трешку если с трешку вы пойдете вон в доставку в москве работать в такси или еще что-то свою машину возьмите и будете зарабатывать свою трешку у меня товарищ зарабатывает продавая машины в дилерской так он там зарабатывает 200 тысяч рублей вот и вся трешка так сколько в месяц на траке на еду выходит на пределах тысячи долларов плюс-минус я думаю у меня 1000 выходит в круг я беру что что я покупаю я не экономлю там на идее или еще на чем-то не выдумываю что я там нет возьму колбасу дешевую или хорошую я беру то что мне нравится хочу это возьму дома что-то приготовят еще что-то в целом я не думаю 6 еще на траке работать и бич пакеты заваривать или там макароны на макаронах жить чушь полно все что нравится покупаешь еду я там был мне нравится нет когда был в америке по я не говорю что здесь плохо мне тоже нравится в америке я сюда я считаю в америку нужно приезжать жить если вы приезжаете в америку заработать накосить бабла то это не то будет страна потому что переезды затраты но если вы приехали сюда жить я думаю вам здесь точно понравится ну что вопрос накосить бабок и уехать быстро не получится это займет год два три если только на траке а потом уезжать не захотите вот самый главный нюанс уже привыкнете здесь будете думать а как же там поэтому я считаю страна для жизни здесь семьей выбери штат какое-то жилье потихоньку работать двое должны это самое главное так чего не на траке ну потому что выходные завтра на трак будут завтра видосы будут завтра будут видосы которые строках с при трип инспекция нами с доставками со всеми делами только за медицину заплатил много проверяться после отдыха как ты считаешь куда лучше ехать зарабатывать какую страну я не могу сказать смотря откуда вы будете ехать смотря с какой страны смотря сколько вы сейчас зарабатываете это очень важный фактор потому что многие зарабатывали рассказывают по 10 тысяч по 15 тысяч у себя в стране долларов зарабатывают любой там стране а в америку едут и работают за 4000 радуются поэтому смотря сколько вы себя зарабатывали ты спешишь я работаю 350 в месяц и перспектив 0 ну смотря кем работать еще говорю так какие работы есть помимо дальнобоя ну основные работы для иммигрантов на старт это доставка убер многие здесь американцы по 10 лет работают в убере не хватает потому что свой какой-то график специфический ты можешь там утром работать там 6 до 11 пойти домой покушать поспать и потом опять вечером выйти кто как работает доставки не знаю я начинал с автомастерской два года работал мне нравится нравилось это работает до сих пор даже нравится заниматься ремонтом автомобилей ну конечно же было бы выхлоп был бы как говорится побольше явно я так бы работал в автосервис там много контента можно снимать потому что я снимал какой-то контент но на телефон вот такой был нюанс такой не сильно качественный на сейчас конечно я уже делал видосы с обзорами конкретные там с поломками еще с чем-то ну привет костян заколол голосовать будешь ни за кого не буду я не хожу ни в какой стране не ходил на выборы ребята я всегда говорю я далек от политики я люблю историю но не люблю политику поэтому я никогда не хожу голосовать ни в какой стране этого не делал самое сложное это виза но ребят у всех свой путь кто как попадает в америку поэтому виза или не виза да возможно сложно у василий привет как дела как там твои очки крутые я каждый раз смотрю думаю блин нужно две вещи мне нужно купить очки и диджай вот эту камеру снимать еще потому что gopro немножко по-другому видео делает диджай по-другому тоже с микрофоном как я вижу поставила эти основы так как вы визу получали сложно ли это ребят у меня иммиграционная виза была когда ехал в америку воссоединение семьи поэтому я ждал у меня это все заняло три года вот момента подач и до приезда в сша вот так вот ставьте лайки ребята клацайте на экран подписывайтесь подписочки подписочки самое главное поэтому у всех свой путь кто как сюда попадая кто-то по тур визе при попадает салам у меня тур виза можно на бокс тракт садиться ребят с тур визой вы не можете официально работать вот и все это самый главный главный фактор что с тур визой это нелегально работать сша начните с этого а так люди работают же за кэш как-то живут наверно на бокс траках еще где-то поэтому вы сами для себя должны решить можно работать или нет ну по закону нельзя спасибо кости уже неделю выходной кое-какие дела были завтра в рейс я тоже завтра спасибо вам что видите канал теперь я имею приц имею себе представление пожалуйста ну ребят я свой канал сделал для того чтобы люди смотрели видео работе в тракинге жизни в сша я там не рассказываю в розовых очках для работе там что я вай 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 жизнь просто своей жизни с чем я сталкиваюсь я об этом рассказываю когда бывает какие-то этом видосы делаю и люди начинают писать что это не так это так еще что-то у всех свое мнение ребята нажмите на подписку давайте добьем добьем это 60000 подписчиков всего лишь нужно 60 чтобы было 60 тысяч подписчиков 1241 человек нужен поэтому как-то так концель канала просто рассказывать про жизнь про мою я раньше бы хотела привет джек паскаль как дела просто рассказываю о своих движухи о жизни никого не общение докапываюсь или еще что-то конечно я могу поверьте но цель какая не злится не злить людей наоборот рассказывает с чем-то сравнить с тем что было в жизни поэтому я считаю нормально там когда я сравниваю может там где-то с грецией с россией где жил каких странах может там чуть-чуть где был ну в целом я считаю соединенные штаты самая крутая страна для эмиграции можно так сказать я думаю самое лучшее конечно каждый себя везде находит в разных местах некоторым что-то нравится что-то нет в америке кто-то уезжает кстати сейчас очень много блогеров смотрю кто вообще уезжает из соединенных штатов но я не знаю мне кажется это какое-то безвыходное решение когда люди просто делают это может не обдумав или у них там на родине было совсем очень хорошо есть добрые люди напишите в по моему люди которые трудную дорогу вообще переходят попадают соединенные штаты для них это должно быть блин бог мне кажется им разрешил ехать в америку ну что раньше тоже там я когда попадал соединенные штаты это было очень тяжело так по карт м x13 что скажешь об этом движке ну я ездил на кенварде с таким мотором что скажу я ездил на новой машине поэтому для меня было на порядок пофиг вот так вот скажу это не было не было моё автотранспортное средство но в целом считается что это хороший мотор в европе его ремонтируют обслуживание делают ходит он хорошо но в сша возможно из-за того что мастеров нету его не сильно любят но в американских шапах ходу товарища у меня ломался там мотор ломался у него мотор ломался еще что-то по гарантии все делали вообще никакой проблемы не было поэтому я считаю нам нормальный мотор нормальный мотор но в целом для себя пьет наверно выбирал бы мотор который будет каменцем потому что каменс мне очень нравится по факту многие каменс недолюбливают типа он шумный но я тоже ездил на шумном каменце хорошо он катается масло меняется хорошо ездит так что это нормально так главное чтобы агент кремля не смотреть но у него свой контент ребята у всех свой контент здесь в америке когда у тебя какой-то спокойный мне кажется контент ты что-то делаешь такое обычное рассказываешь про работу про жизнь там не нахваливая не рассказывая какое-то невообразимое людям ну окей перелистнули все а когда ты начинаешь вот такой экспрессивный выводить людей на эмоции начинаются кто-то тебя начинает поддерживать кто-то тебя начинает хейтит и он нормально к этому относится это его хлеб его дело я честно наверно перелистываю когда совсем какой-то плохой контент о любом хочется более позитивного более реального шеф привет и снова здравствуйте привет с нью-джерси поэтому у всех свой контент так каменс так дальше там есть смысл сейчас ехать в сша учиться на сидела тяжело ли найти работу драйвером ну если вы с гражданством сша то это же не проблема приехать в сша купил билет купил билет прилетел вот учился на сидела если нету и работаешь найти легко найдете по любому работу всегда требуется водителя найдете со временем побольше будет чуть наверное зарплата если рынок совсем внешне схлопнется ну я думаю найдете по-любому каменс m14 red cover super engine по любому мне нравится камень честное слово я не нравится камень смотор хотя у меня первое знакомство с каменцем было это пас 3204 это там установлен каменск zf механическая коробка и этот камень сделан в америке там конца шестьдесят четвертом году который там использовался продан заводу пас в россию чертежи и по лицензии в китае его собирают для этих для этих автомобилей говорится пазиков маршрутно-транспортных средств ну они 500 тысяч километров все были уже капиталка им требовалось поэтому я долго к каменцу привыкал думал нужно ли на нем ездить но попробовав на новом кенверде с мотором каменс яска современном вот этом я сказал что блин крутой мотор лучше на чем детройт лучше чем пока так что крутяк мне нравится этот расскажи про жесты водителя американца я как новый драйвер сталкивался с этим ну какой если палец к верху вам палец верхом показали то значит как то так плохо так с украины ну с украины ребят конечно стоит ехать но если у тебя вот это коваленко 99 91 91 года то конечно о чем ты говоришь даже конечно и смысл уехать в америку но если ты там не при делах политических дима малыша знаешь не не знаю сожалению не знаю о слова привет только от серёги с эфира делай эфир слова можно сделать совместную battle трансляцию твои подписчики против моих подписчиков и кто выигрывает я видел я серёги зашел вопросом и какой-то написал ну я я с ним же не общаюсь поэтому у него свои белая не люблю слава ты знаешь я не я не люблю когда какую-то страну кто-то видео начинает притеснять когда сам приехал с какой-то деревни я примеру с поселка городского типа в краснодар называется поэтому учеб я плохо не буду говорить не краснодарцев везде люди по-разному живут нужно только говорить о хорошем так как c15 король моторов но сейчас их не производят который пиллер же старый мотор поэтому так и в шестидесятых годах это двигатель был наверное самый крутой для твоего пазика но двухтысячных не для шестидесятых да но этот мотор шестьдесят седьмого года чертежами его использовали в пазиках двухтысячи пятнадцатого года поэтому как-то немножко задержка и плюс по китайским чертежам никто не мог их ремонтировать ничего делать чисто сразу металлоломами становились константин скажи мне тебя слушаю откуда такие познания очень обширные просто для себя хотел разные где то есть обширные познания где-то где что нравится изучаю просто для себя читаю люблю вообще люблю с людьми поспорить но в реале не в каких-то там баттлах говорится усираться за то что там черное это черное белое это белое так по жизни так нафиг я по плану два раза в неделю выхожу эфир я нет я не выхожу по плану потому что у меня мои детишки часто не дают это сейчас старшую я отвел в школу жена занимается там тоже для своего блога и говорится для своей работы снимает что-то делает и детишки там с ней я здесь пока чуть-чуть думаю поведу эфир полтора часа и тоже наверно будет салям алейкум пойду детьми заниматься так маршрутки в россии очень хорошо зарабатывают поэтому каждый 500 меня двигатель не впадлу не я скажу впадлу менять потому что пять лет назад там шесть лет назад стоимость капиталки было 150 тысяч рублей поэтому это как бы большие деньги это полтора месяца работы на своем автобусе если на своем автобусе чтобы так понимали за полтора месяца вынь да положь как-то тяжело прибыльно я сейчас не знаю сейчас помню еще прибыльнее дело если в рублях но тяжелая работа скотская работа на порядок тяжелее чем трек-драйвинг вот так скажу потому что когда сравним не спрашивают там друзья ну что как на траке типа это не огурнение я а маршрутка вспоминаю с тяжелым очень ответственная работа очень тяжелая ты едешь за рулем у тебя здесь телефон постоянно общаешься с людьми берешь сдачу все это на твоих плечах поэтому часто не каждый выдерживает такую работу так это понятно у меня тоже когда детей дома дома нет ну да с детьми вообще невозможно это вот сейчас женой обычно они со мной все приходят в эту комнату здесь куча игрушек вон там сбоку диван пляшет играются со мной тут на ручке ко мне нужны это так чуть-чуть вот такой у меня квадратный уголок здесь стоит телефон ноутбук тут свет что-то микрофон каждый раз это куча постоянно чего-то теряю каждый раз приезжаешь и там то не найдешь что вот сейчас переходник здесь чтобы с телефона эфир вести у меня нету я его покупал не знаю куда деть его закинули может даже в мусорку потому что малой сынок постоянно берет что-то нашел это мусор пошел в мусорку кину как 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 дети говорят как а так убанует в америке приветствую приветствую земель а спасибо за подарки от души как дела у тебя ребята подписывайтесь в общем на канал будут завтра видосы уж шляпе хожу завтра будут видосы по-любому сегодня кстати у меня вышел заходите смотрите про траки кому интересного траки 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 кому-то не нравится когда я так часто видео говорю но сегодня вышел видос которым я чуть-чуть объясняю как и виды зарплаты берут бывают как считают зарплаты для водителей чуть-чуть что выгоднее что не выгоднее со своей точки зрения привет земляк привет привет для дела у меня супер слава богу все хорошо и там меня видос рассказываю молодые кто хочет работать как выбрать правильно чтоб вам оплачивали чтоб вас не дурили в общем такая небольшая инструкция там почти на 10 минут у тебя есть на ю тубе канал да да он так у меня и называется по-английски там выходит если ты с америки у тебя выйдет american way грика и не юсей а по-русски грек в сша американский уклад един вот так называется он канал там 14 чем-то тысяч подписчиков тоже короткие видео в принципе то же самое ну может там несколько длинные видосы я туда если записываю но сейчас вот этот же видосы в youtube выложил и выложил в этот фейсбук не знаю загрузился он не загрузился youtube в тик ток ну как то таким образом youtube тоже нравится мне но там нужно люди любят там длинные видео очень обожаю здесь так хорошо и зайду подпишусь обязательно сам монтируешь те ролики да я сам делаю ролики монтирую и стрим может буду туда выложу а сейчас о чем болтаем запишу все сам делаю есть конечно люди кто занимается ведет вот эти трансляции платит кому-то деньги ну я ничего это не делал делаю самостоятельно поэтому если еще кому-то оплачивать за это так вообще семьи бабки как говорится тянуть я думаю не лучший вариант хочется так чтобы как-то удовольствие мотивация получалось самостоятельно если тянешь а так конечно люди делают целый бизнес-проект я так что но куча времени уходит на это когда был на родине последний раз давно был ребята очень давно все каждый год уже уже сколько я хочу поехать как коронавирус начался и пошло поехало как я собираюсь поехать на родину на любую вообще что-то случается в мире поэтому пока не планирую думаю что буду на этой родине где нахожусь сейчас а так помню ничего не изменилось покупаешь билет долетишь может там с несколькими пересадками несколько пересадок и вперед только цена выросла хотя кто-то рассказывает что ездит там за копейки чуть ли там так давай я тебе буду ролики монтировать а ты мою рекламу будешь показывать вон напиши шеф давай чем-нибудь замутим если ты круто как то что делаешь какой-нибудь текст что там снимать главное без проблем без проблема у тебя какого плана реклама но для youtube вообще это нормальная тема я смотрю у кого у людей много подписов и подписчиков фолловеров они прям вставляют чью-то рекламу там всяких альфа-банков еще чего-то вообще это интересная тема мне нравится можно было с тобой посотрудничать главное ночью монтировать там было бы чем монтировать потому что нужно куча чего снять контента это самое такое основное что необходимо все ребят полтора часа по эфире ли по стриме ли спасибо всем кто присоединялся ставил лайки смотрите мои видосы заходите в личку обязательно будем продолжать в том же духе выходить в эфире как такой вид трансляции мне нравится как все оформлено так интересно будем учим болтать пока пока вячеслав тебе тоже пока шеф кубан ноет в америке всем вам пока всем ребята пока